Здравствуйте, друзья! В эфире выездной выпуск программы «Актуальные интервью». Сегодня мы беседуем с начальником управления по работе с личным составом управления МВД России по Севастополю Александром Кройнюком. Александр Викторович, сегодня поговорим о службе в рядах МВД. Расскажите, что необходимо для того, чтобы влиться в ваши ряды? Вопрос приема на службу в органах внутренних тел, он всегда остается актуальным, потому что севастопольской полиции действительно есть чем гордиться. За первое полугодие текущего года мы имеем достаточно высокие показатели оперативно-служебной деятельности, раскрытый ряд резонансных преступлений. Также проведена огромная работа историческая, культурная, просветительская. В частности, буквально на прошлой неделе был открыт мемориал сотрудникам милиции, защищавшим Севастополь в годы Великой Отечественной войны и погибшим в эту страшную войну. В этом мероприятии участвовал министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев. И все это в совокупе дает для молодых людей и молодых девушек действительно желание предоставляет служить в органах внутренних дел. Опять же, говоря о той работе, которая проводилась, это кадетская работа, это работа со школьниками. Все-таки на сегодняшний день кадеты органов внутренних дел, участие 6-й школы, это почти 350 человек, часть из которых связывают свою дальнейшую судьбу пока еще с учебой в образовательных учреждениях системы МВД. Мы надеемся в дальнейшем осуществлять свою мечту и станут непосредственно сотрудниками органов внутренних дел. И вот на фоне того, что нам есть чем гордиться за свою новейшую историю, кроме того, что у нас постоянно идет приток молодых кадров и многие интересуются, сложно ли быть полицейским, да, или как стать полицейским, каждый ли может стать полицейским. С точки зрения формальности, да, у нас существует 342-й федеральный закон, в котором расписаны все основные критерии, которые необходимо соответствовать кандидату на службу в органах внутренних дел. Это гражданство Российской Федерации, при том наличие исключительно гражданства Российской Федерации и отсутствие вида жительства в иностранном государстве. Это наличие возраста не моложе 18 лет. Это отсутствие судимости, как мы понимаем, что борьба с преступностью и судимость, совершение правонарушений, тем более уголовных, является неприемлемой составляющей для сотрудников органов внутренних дел. Ну и соответствие, в принципе, это моральным, деловым, профессиональным качеством, медицинские критерии определенные. Я говорил об этом неоднократно, я говорю, что медицина очень важна, потому что сотрудник органов внутренних дел, любой, хоть это постовой, патрульно-постовой службы, хоть это сотрудник, допустим, кадрового подразделения, может выполнять служебные задачи при охране общественного порядка, при задержании преступников, это его и обязанность непосредственно, а соответственно нужно иметь соответствующий уровень физического здоровья, уровень физической подготовленности. Эти критерии, безусловно, очень важны. Проверка, которая проводится в отношении кандидатов на службу, проходит порядка двух-трех месяцев. Законодатель предусматривает у нас три месяца проверочных мероприятий, которые, возможно, будут продлены до четырех. Откуда такая большая длительность? Опять же, я сказал, это, прежде всего, военно-врачебная комиссия, ну и, опять же, ряд подразделений имеют допуска государственной тайны, это оперативные сотрудники в большей степени, а допуск государственной тайны – это отдельные проверочные мероприятия, которые требуют ряда времени. А учитывая наше сложное время в целом, в сегодняшний день, естественно, этим мероприятиям уделяется особое значение. И так, как бы говоря, это практически любой молодой человек или девушка, который имеет гражданство Российской Федерации, который желает служить в органах внутренних дел, который достиг 18-летнего возраста и не имеет судимости. Остальные характеристики, они изучаются уже в процессе непосредственного отбора на службу в органы внутренних дел. Вы уже не раз сказали о том, что в рядах органов внутренних дел изъявляют желание служить не только молодые люди, но и девушке. К девушкам есть какие-либо особые требования? Нет. Вы знаете, вспомним такой фильм «Солдак Джейн», который, как бы, снят не про нашу страну, но принцип тот же самый. Одевая форму, мы все становимся сотрудниками органов внутренних дел. То есть, да, безусловно, наверное, какие-то особенности есть медицинского характера, но здесь, к сожалению, я не силен. Все же остальное – это совершенно одинаковая служба, это одинаковые требования, это несение службы и днем, и ночью, и летом, и осенью, и зимой в данной ситуации. То есть, девушка – это дополнительная, наверное, ее нагружка, потому что все равно она – это мать, она – жена, она – дочь. Но в то же время их служит достаточно большое количество. И есть службы такие, как кадровые подразделения, финансовые подразделения, где достаточно большое количество женщин. Есть инспекция по делам несовершеннолетних, следственные подразделения, где тоже женщины традиционно служат. И очень часто мы с вами, мужчины, должны констатировать факт, что женщины достигают лучших результатов в скрупулезной деятельности, где нужно особое внимание. Это зачастую экспертизы сложные. У нас в ДНК-лаборатории женщины работают. Поэтому, в принципе, вполне возможно. Какие существуют льготы и преференции для тех, кто служит в органах МВД? Вы знаете, вряд ли можно говорить о льготах, можно говорить о социальных гарантиях. Служба в органах внутренних дел – это служба с повышенным уровнем риска, как и другая служба в силовых структурах. Потому что каждый сотрудник, выполняя служебные обязанности, в принципе, рискует больше, чем обыкновенный гражданский человек. Также мы знаем, что существует пониженный возраст, пенсионный возраст для определенных специальностей, которые иногда и вообще не связаны с отношением формы, но где являются сложные условия. То же самое и у сотрудников органов внутренних дел. Социальные гарантии – это отпуска. Отпуска достаточно длительные и увеличивающие с процессом службы, потому что процесс профессионального выгорания, к сожалению, происходит. Мы не забываем, что сотрудники органов внутренних дел, большую часть своей профессиональной деятельности, все-таки общаются не с самыми законопослушными гражданами, рискуют, несут суточные дежурства. Соответственно, отпуск, он длительностью от 30 до 60 дней в процессе службы. Это пониженный возраст, право на получение пенсионного обеспечения, то есть непосредственно выслуга в районе 20 лет органов внутренних дел. Это не говорит о том, что после 20 лет выслуги вы обязаны уйти на пенсию. Вы можете продолжать службу, размер вашей пенсии будет увеличиваться. То есть такой же принцип, как и в пенсионном законодательстве в целом в стране. Но с 25 лет, то есть где-то, грубо говоря, с возраста 40 лет сотрудник может иметь право на пенсию, если пришел после армии или после института, сразу же на службу в органах внутренних дел. Это медицинское обеспечение у нас, ведомственные санатории, ведомственные медико-санитарные части. Это страхование жизни и здоровья на государственной основе, которое у нас происходит. Ну и достаточно много других социальных гарантий, включая обеспечение форменным обмандированием. Наша служба опасна и трудна. Слова из этой песни знают все, и в них заложена абсолютная правда. Вы уже начали говорить об этом. Давайте поговорим о том, с какими сложностями ежедневно сталкиваются наши полицейские, особенно сейчас, в наше крайне нестабильное время. Вы знаете, Максим, дело в том, что служба в органах внутренних дел – это все-таки служба по убеждению. И как бы ни говорили, и какие анекдоты не рождались в период 90-х годов, такого межвремени, все равно это те лица, которые себя посвятили службе, они убеждены, что они делают правильное дело. И, ну, все равно иногда бывают моменты, когда, прежде всего, ты отвечаешь себе на вопрос, а почему я должен бежать за преступником, а все остальные 90% населения будут говорить, почему они так плохо работают. То есть, первая сложность – это непосредственно тот кандидат, с которым мы общаемся. Это раз. Два. Не всегда понимание граждан важности работы органов внутренних дел. У нас, к сожалению, мы все являемся людьми, не всегда знающие полностью хорошо законодательство, но и считаем, что то, что делаю я, мне можно, а то, что делаю в отношении меня, это плохо. То есть, самый простой пример. Распитие спиртных напитков является правонарушением в Российской Федерации, в общественном месте. Да, безусловно, мы говорим про общественные места. Но когда я иду с бутылкой пива, я считаю, что я ничего плохого не делаю, я же взрослый мужчина, я понимаю, как себя вести, и что мне от бутылки пива будет. И когда подходят полицейские и делают замечания, либо, согласно законодательству, составляют административный протокол, во мне взыгрывает ненависть и ущемленность, по моему мнению, моих прав. Я начинаю грубо выражаться в отношении сотрудника органов внутренних дел. И это приводит, в частности, к административному, иногда к уголовному преследованию. Я хочу обратиться к нашим гражданам о том, что противодействие сотрудникам органов внутренних дел и других силовых суток и органов государственного власти является правонарушением, зачастую преступлением, если это связано с насилием в отношении сотрудника, либо грубыми оскорблениями. Если вы считаете о том, что сотрудник неправ, вы имеете право обжаловать. И органов для обжалования у нас достаточное количество, как и в любом правовом государстве. Это и прокуратура, это и его стоящее руководство, это и судебная инстанция, которая независимо от всех остальных инстанций является отдельной ветвью власти. Поэтому люди, чтобы не иметь негативных последствий и потом не жаловаться, что как же так, я-то всего-навсего отмахнулся, а меня за это привлекли к уголовной ответственности, обязаны выполнить требования сотрудника, если они не выходят явно за рамки действующего законодательства. Никто не говорит о том, что если вам говорят, выпрыгнуть из окна или ударить другого человека, вы должны это сделать, вы совершенно правомерно откажетесь от этих действий. Все остальное вы должны выполнить и после этого обжаловать. Это, безусловно, тоже сложность. Опять же, сложность в том, что если, как правило, мы говорим, если что-то происходит не так, как нам хочется, не так быстро раскрываются наши преступления, совершенные в отношении нас, то виновата полиция. Если все хорошо, то это у нас в целом, мы все молодцы. Это тоже моральная составляющая, в которой очень сложно работать с сотрудником органов внутренних дел. Опять же, большая нагрузка. Особенно это касается сложности у женщин, это матери. И, к сожалению, тут, поскольку не бывает чужого горя, расследуя преступления, мы не уделяем достаточного времени своим семьям. То есть, в частности, приходится, к сожалению, не всегда делать выбор в пользу своей семьи. И зачастую интересы работы перевешивают интересы непосредственно свои. Поэтому сложность в воспитании детей без помощи бабушек, дедушек, здесь, к сожалению, как правило, не обходится. Но так, в целом, опять же, если есть желание, то всегда можно достичь чего угодно и получать удовольствие от деятельности, подчеркиваю, общественно полезной деятельности. Потому что каждый из нас хочет вечером выходить из дома, возвращаться домой, знать, что его супруга или дети пошли гулять, и они вернутся целыми невредимыми. Мы с вами еще помним, молодой поколение, когда в 90-е годы, даже в нашем городе, в 8 вечера город вымирал. Потому что люди в темное время суток старались не появляться. Потому что не чувствовали себя защищенными. Совершенно верно. Вероятность пострадать от преступных посякательств была достаточно велика. Сейчас это прошло. У нас гуляют круглые сутки наши граждане. И слава богу. И поэтому выполнение этой важной функции правоохранительной – это заслуга, конечно, органов внутренних дел и полиции севастопольских. И, безусловно, не только нас, и всех силовиков в целом. Но, опять же, те, кто принимают на себя эту обязанность, получают удовольствие от этой работы. И еще один немаловажный момент, то, о чем мы не поговорили, для тех, кто желает влиться в ряды работников МВД. Какое образование необходимо для этого иметь? Органы внутренних дел – это один из самых крупных правоохранительных органов. И, учитывая, что мы идем, стараемся идти в ногу со временем, преступность меняется, меняются и органы внутренних дел. Учитывая, что современный мир – это мир узкоспециализированных специалистов, и это действительно так, соответственно, и все службы в органах внутренних дел являются узкоспециализированными. На сегодняшний день Псевостопольская полиция, как и любой другой территориальный орган на региональном уровне, представлены более 50 различными службами. И образование здесь разнится от полного среднего образования, то есть 11 лет среднеобразовательной школы, и, в принципе, до докторов наук, которые преподают в образовательных учреждениях системы МВД. То, что касается практических органов, это и, как я сказал, образование полное среднее, также и практически любое высшее образование. Почему я говорю про любое? Если следователь – это юрист, то сотрудник, например, управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией – не обязательно юрист. Он может быть экономист и может приносить намного больше пользы, имея базовое экономическое образование. Мы говорим про экспертов, которые имеют биологическое образование, химическое образование, физики, филологи. Опять же, филологическую, логистическую экспертизу никто не отменял. Мы говорим о различных подразделениях, которые занимаются защитой информации, обеспечивают технической обеспеченностью. Это, соответственно, весь спектр инженерных специальностей. Это и психологическая служба, и, опять же, служба по делам несовершеннолетних, где необходимо педагогическое, либо психологическое образование. Поэтому на сегодняшний день фактически любое высшее образование может найти применение в органах внутренних дел. Это может быть и техникум, это может быть и бакалавриат, и специалитет. В зависимости от того уровня, который образовательного есть у кандидата, ему подбирается соответственная должность. Если полное общее образование – это сержантский состав, то, соответственно, высшее образование или среднее специальное образование – это офицерские должности. При этом возможность обучения – это беспрерывный процесс в системе органов внутренних дел. Многие сотрудники, не имея образования высшего, приходя на службу, поступают на заочное обучение вуза системы МВД. Оно проводится полностью бесплатно, включая оплату командировочных на период сдачи сессий и обучения в период установочных лекций, установочных мероприятий. Соответственно, со временем, если есть желание, практически все переходят у нас достаточно мобильного, просто перехода из сержантского в офицерский состав. Александр Викторович, Вы не раз подчеркнули во время беседы, что служба в рядах МВД – это служба по убеждению. И в конце разговора поделитесь с нами, что лично Вам доставляет радость в той службе, которую несете Вы? Ну, лично мне самое большое удовлетворение представлять – это такая вот, может, высокопарная фраза, но помощь людям. Действительно, за более 25-летний срок службы в органах внутренних дел, о чем я могу уже говорить, то, что мной сделано для людей, независимо от того, хотя я не занимаюсь непосредственно борьбой с преступностью, это и кадетское образование, это и сотрудники, и ветераны, и семьи погибших, да и просто граждане. То есть все, что вот это предоставляет истинное удовольствие. Когда ты сделал, и ты видишь результат своей деятельности не в очередной написанном документе, а в улыбках детей, в радости родителей, в том, как человек понимает, что он достиг свою мечту. Вот это, наверное, самое большое удовольствие, которое на самом деле получает от работы любой сотрудник. Удовольствие от того, что ты кому-то что-то помог. Александр Викторович, я благодарю Вас за беседу и желаю больших успехов Вашей нелегкой, но необходимой каждому службе. Спасибо. 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 Спасибо.